Парадигма молитвы Павел Гоя, часть 2 Доброе утро и еще раз счастливой субботы! Большая незаслуженная привилегия быть с вами и, кроме того, служить Богу. Кем бы мы были без силы Божьей? Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Конечно, сами по себе программы хороши. Нам нужно быть организованными. Мы не можем быть хаотичными. Но независимо от того, какие у нас программы, если Бог не благословит их, у нас никогда не будет результатов. «Не воинством и не силой, но Духом Моим», — говорит Господь. Все люди веры в библейской истории и мировой истории вообще были людьми молитвы, людьми, которые ходили с Богом. И я считаю, что если мы не будем наполнены присутствием Бога, наш опыт, наши силы, наши образования, наши программы, никогда не принесут никаких результатов. На моем компьютере есть довольно много сильных цитат Эллен Уайт. Я не уверен, что у нас будет время прочитать их все. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали следующую цитату. По ее словам, причина отсутствия нашего успеха заключается в том, что мы слишком доверяем нашим программам и нашей мудрости, и слишком мало Божьей силе. Вот что она говорит. У меня есть эта цитата, и вы можете сами прочитать ее, если хотите. Позвольте мне открыть эту цитату. «Полагаясь на Божью силу». Фактически в ней написано намного больше, чем вы предполагаете. Если мы намереваемся делать что-либо только в соответствии с нашими собственными мыслями, то Господь оставит нас пожинать плоды своих ошибок. Но если мы, следуя Его указаниям, все же попадем в затруднительное положение, Он поможет нам. Но тот, кто надеется на собственную мудрость и силу, отделяет себя от Бога. Вместо того, чтобы трудиться в единении со Христом, он выполняет волю врага. Вы слышали это? «Но тот, кто надеется на собственную мудрость и силу, отделяет себя от Бога». Вместо того, чтобы трудиться в единении со Христом, он выполняет волю врага. Желание веков, страница 209. Тогда почему же Его народ не отличается особой силой? Да потому что люди слишком полагаются на собственную мудрость и не дают Господу возможности проявить свое могущество для их же пользы. Он поможет своим верующим детям в любой чрезвычайной ситуации, если они полностью доверятся Ему и будут добросовестно выполнять Его указания. Патриархии Пророки, страница 493. У меня есть одна, две, три, четыре, пять страниц цитат на эту тему. «Слишком многие люди, планируя блестящее будущее, терпят абсолютный крах. Пусть Бог планирует за вас. Как малое дитя уповайте на водительство того, кто блюдет стопы святых своих». Первое царство, вторая глава, девятый стих. «Дети Божьи сами бы выбрали те пути, которыми ведет их Бог, если бы могли видеть конец от начала и предвидеть славную цель, которую они осуществляют как соработники Бога». Служение исцеления, страница 479. «Многие из утверждающих, что они являются последователями Христа, имеют беспокойное смущенное сердце, потому что боятся довериться Богу. Они не покоряются Ему полностью, поскольку уклоняются от последствий, которые подобное подчинение может за собой повлечь. Если они не покорятся Богу, то не смогут обрести мир». Служение исцеления, страница 480. «Я мог бы продолжать и продолжать, но не буду, потому что сегодня я не планирую читать цитаты. Но вы хотели, чтобы я прочитал вам одну. Я прочитал вам четыре. Я не говорю, что мы не должны планировать, но вместо того, чтобы искать Божьего благословения для нашего плана, мы должны искать Божий план, потому что когда вы действуете по Божьему плану, вы получаете Его ресурсы и Его благословения». Я не могу представить, что Иисус Новин строил планы, как захватить Иерихон, или Гедеон придумывал, как сражаться с другой армией. Я не могу представить, что Иосафат разрабатывал тактику битвы с несколькими народами, объединенными против Израиля. Я не представляю Моисея, составляющего план по освобождению Израиля, или Ноя, планирующего спасение мира. Если вы действительно хотите Божьего благословения, вам нужно искать Божий план и Божье присутствие. Но в любом случае, это не наша сегодняшняя тема. Давайте начнем нашу тему. Вчера вечером мы немного поговорили о том, что я считаю очень важным. Мы сказали, что евангелизация, секрет личного роста, роста нашей семьи, нашей церкви и спасение других людей вокруг нас — мощное влияние. Это не столько то, во что мы верим, хотя у нас есть истина, которую мы считаем библейской, а не чьим-то изобретением. Не поймите меня неправильно. Я не говорю о том, что противоречит нашим доктринам, соблюдению субботы. Нет, нет, не поймите неправильно. Я имею в виду не это. Но я сказал, что если мы знаем доктрины и соблюдаем их, но не живем ими, то, чтобы мы не говорили, наши слова не имеют силы. Вот что я сказал. Вы помните? Фактически, вы можете проповедовать своим соседям вечно. Но пока вы не проявите к ним такую же доброту, какую проявлял Иисус, ваше слово никогда не будет иметь силы. Вы помните, что я сказал? Поэтому я не проповедую лишь Евангелие благотворительности, помочь бедным, одеть ноги и все. Иисус пришел не только для того, чтобы утешить людей в этой жизни. Он пришел, чтобы дать им вечную жизнь. Он не отдал свою жизнь только для того, чтобы у нас была пища, когда у нас ее нет. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли иметь вечную жизнь. Но когда Эллен Уайт говорит, что успешным будет только метод Христа, она имеет в виду, что люди никогда не откроют свои сердца, пока мы не построим мосты, не построим дружбу и доверие. Прочитайте всю главу об этом. Именно это я имел в виду. Вместо того, чтобы так много молиться за себя, почему бы вам не проводить больше времени, молясь за других? Потому что когда вы молитесь за других людей и начинаете заботиться о них, тогда Бог действительно может использовать вас. Вместо того, чтобы сосредотачивать слишком много внимания на своих потребностях, почему бы вам не любить своего ближнего так же, как вы любите себя? А это значит, когда вы покупаете обувь для себя, купите обувь и для своего соседа. Я рассказывал вам, что так поступала моя жена. Не потому, что она святая, хотя она святая. Итак, когда вы собираете урожай на своем огороде, почему бы вам не пойти и не дать немного помидоров, огурцов и перца своему соседу? Скажите ему, на моем огороде так много всего выросло, и я хочу поделиться с вами моим урожаем. Когда вы испечете хлеб, почему бы вам не испечь две буханки и не отдать одну соседу? Потому что так вы получаете доступ к сердцу человека. Вы открываете дверь. И после того, как вы сделаете это несколько раз, скажите, позвольте мне помолиться за вас. И обязательно слушайте. Еще раз повторю, слушайте, потому что в нашем обществе никто больше не хочет слушать. А вы слушайте. И после того, как люди открыли свое сердце и рассказали вам о своих проблемах, молитесь за них. Не обязательно рассказывать им о состоянии мертвых. Просто молитесь за них. И после того, как вы сделаете это несколько раз, и они поймут, что вы заботитесь о них, тогда молитесь о возможности поделиться с ними Евангелием. Потому что это и есть наша цель, а не просто дать им хлеб. Вы следуете за мной. Но это путь к успеху. Позвольте мне привести вам пример. Вы, вероятно, слышали эту историю в интернете. Я был на Кубе много-много раз. Одна женщина каждый вечер приводила на евангельскую программу около 150-200-250 детей и некоторых родителей. А несколько вечеров даже больше. Теперь вся церковь может привести всего лишь 20 посетителей. А эта женщина приводила 200-250-180 человек. Я спросил ее, что вы им говорите? А она ответила мне через переводчика Хорхе, качая головой. Пастор, важно не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. Я снова спросил, ладно, что же вы делаете? Она ответила, ну, слишком много объяснять. Приходите завтра в два часа ко мне. Хорошо. Завтра я взял с собой еще одного пастора, потому что я никогда не хожу один на посещение женщины. В два часа мы пошли к этой женщине. У меня есть фотографии, на которых вы могли бы увидеть, что мой сарай выглядит намного лучше, чем ее дом, состоящий из фанеры, покрытой кусками ржавой стали. Новые куски положили поверх старых. Полный беспорядок. Однажды где-то в Кентукки я видел у кого-то такой сарай, в котором держали свиней. Размеры дома этой женщины были как расстояние от ноутбука до этого места. И от этой стены до этого места. То есть буквально меньше, чем гардеробная моей жены, чем мой сарай, где я храню свои садовые инструменты. В комнате этой женщины с левой стороны стояла двухъярусная кровать, с другой стороны трехъярусная кровать для детей, для нее, ее мужа и родителей. И между этими кроватями вы можете пройти вот только так. Кроме этого, в доме стоял круглый маленький столик на трех ножках ручной работы. Я никогда раньше не видел такого стола. Три маленькие трехногие стулья ручной работы, маленькая походная печь и небольшой баллон с пропаном. Вот и весь дом. Около двух часов пришло более трехсот детей. Женщина попросила их сесть перед домом на землю и сказала им, прежде чем вы сегодня будете кушать, я хочу, чтобы вы показали ваши бумаги с подписью ваших родителей. Я спросил, что это за бумаги? Она ответила, подождите немного и увидите, позвольте мне сначала накормить этих детей, а потом, пока они будут кушать, я вам все объясню. Дети отдали свои листочки, а потом встали в очередь с тарелками в руках, а женщина ложила каждому ложку риса, пока все не получили рис. Потом они сели и начали есть. Это была не ложка, это было что-то вроде большой ложки. Я не знаю, как это называется по-английски, но это не важно. Пока они ели, она рассказывала. У нее был большой рот, как у куклы. Вы когда-нибудь видели кукол в кукольном театре? У них рот отсюда до суда. Когда они поворачиваются, то двигается вся голова. Итак, раскрывая свой большой кукольный рот, она сказала с очевидной радостью, я благословлена, у меня есть нет еды. Бог благословил меня, чтобы я могла накормить весь район. Она не сказала, что Бог благословил ее, чтобы у нее был полный холодильник или морозильная камера. Он дал ей радость, привилегию и счастье накормить соседей. Затем она добавила, пастор, вы не поверите в то, какую привилегию я имею и какое благословение испытываю, когда вижу этих детей накормленными. Но Иисус пришел не только для того, чтобы накормить их. Он хочет, чтобы они были на небесах. Он умер, чтобы они были на небесах. Как мне достичь сердец их родителей, если они либо католики, либо атеисты, либо коммунисты? Как мне достучаться до них? Они никогда не послушают меня, если я позову их на евангельскую программу или предложу что я делаю? Когда я рассказываю детям библейские истории, они не слушают меня, начинают разговаривать, играть и отвлекаться. Поэтому я говорю им, что хочу, чтобы они доказали, что слушают меня внимательно. Поэтому я хочу, чтобы они послушали и запомнили историю, которую я рассказываю им, и песню, которую мы разучиваем каждый день. Потом они идут домой и рассказывают эту историю и поют песню своим родителям, чтобы доказать, что выучили историю и песню. Родители расписываются на листе бумаги, как доказательство того, что дети запомнили историю и песню. Тогда они могут прийти завтра и снова получить еду. Если подписи родителей нет, они не могут прийти на следующий день. Таким образом, дети провозглашают Евангелие своим родителям. Я молилась за своих соседей о них. И Бог вдохновил меня накормить, а затем провозглашать Евангелие их детям. Именно в молитве Бог вдохновил меня делать это. Затем дети пришли на несколько минут. Эта женщина учила с ними библейскую историю, разучивала песню. Я помню, что в тот раз это была история о Ное во время потопа. А затем дети перед уходом подходили и целовали ее. Она на следующий вечер церковь снова была переполнена детьми и их родителями. Я спросил эту женщину, чем я могу помочь вам? Она ответила, ничем. Бог уже все сделал. Он дал мне зарплату. Я сказал, я хочу помочь вашему служению, чтобы быть благословением для вас. Она ответила, пастор, чем больше я помогаю детям, тем больше Бог благословляет меня. Я продолжил, «Обычно у меня нет наличных, но сейчас у меня есть 50 долларов, возьмите». Она посмотрела купюру на свет и сказала, «Никогда в своей жизни я не видела столько денег, я не могу взять их». Затем она вернула мне деньги. Я поговорил с казначеем и с другими людьми и отправил хорошую сумму денег, чтобы покрыть расходы не только на еду для детей на несколько месяцев. Казначей сказал, что ей нужны песенники. Я спросил, сколько они стоят? Казначей ответил, «Около 42 долларов на всех детей». Что больше всего меня впечатлило, так это то, что эта женщина была счастлива, благословляя других. А мы удивляемся, почему мы несчастливы. Я мог бы привести вам цитаты, но сказал, что больше не буду. Одну я все-таки прочитаю, послушайте. «Наши прошения к Богу должны исходить из сердец, наполненных не эгоистичными устремлениями, а скорее желанием быть благословением для других». Еще одна цитата. «В наши молитвы мы должны включать просьбы как за самих себя, так и за своих ближних, ибо никто не может молиться правильно, и спрашивая благословения исключительно для себя». «Сыновья и дочери Бога», страница 267. Позвольте мне прочитать вам еще одну цитату. «Наши молитвы не должны состоять лишь из просьб о собственном благополучии. Мы должны просить о том, чем мы сможем поделиться. Принципами нашей жизни должны стать принципы жизни Христа. Та же посвященность, то же самопожертвование, то же подчинение требованиям Слова Божьего, которые проявились во Христе, должны быть присущи и Его слугам. Наше служение в мире не должно превратиться в служение себе и своему благополучию. Наша цель — прославлять Бога, соединиться с Ним в деле спасения грешников. Нам нужно просить у Бога благословений для того, чтобы мы могли передать их другим. Способность воспринимать новое сохраняется лишь тогда, когда мы охотно делимся с другими тем, что получили. Мы не сможем больше обретать небесные сокровища, если не будем делиться ими с находящимися вокруг нас. 142. У меня есть целая страница с похожими цитатами, но я не буду читать дальше. Все эти средства открывают двери, которые в противном случае не открылись бы. Это происходит, когда мы действительно заботимся о других людях, когда мы проявляем любовь и единство в эгоцентричном, ненавидящем друг друга, разделенном обществе. Говорить о Христе, живущем в нас, ненормально для нашего общества. Но недостаточно лишь говорить о Боге. Пришло время, пилит Бог. Вы следуете за мной. Что бы произошло, если бы каждый член церкви адвентистов седьмого дня молился за соседей и был благословением для них? Это говорило бы лучше, чем любая проповедь. Позвольте мне привести вам еще один пример. У меня есть друг, я не буду называть его имя и где он живет. Он был очень хорошим пресвитером. Он был из миссионерской семьи. Его отец был миссионером чуть более 31 года. Этот друг был очень хорошим исполнителем. Однажды я говорил церкви, что каждому нужно быть миссионером, куда бы Бог не послал вас. Эллен Уайт пишет, не каждый может проповедовать в чужеземных странах, но каждый должен быть миссионером в своем районе. Эту цитату я читал вам вчера вечером. Это очень сильная цитата. А в следующей цитате она выражает эту мысль еще более категорично. Бог призывает служить каждого члена церкви, каждого. Свидетельство для церкви, том 8, страница 47. Бог ожидает личного служения. Не все могут отправиться в другие страны в роли миссионеров, но каждый в состоянии стать благовестником среди соотечественников в своем доме и среди соседей. Христианское служение, страница 9. Каждый истинный ученик становится миссионером для Царства Божьего. Всякий, пьющий живую воду, сам становится источником жизни. Тот, кто получил, начинает отдавать. Желание веков, страница 195. Теперь послушайте. Истинно обращенный человек будет работать ради спасения пребывающих во тьме, а тот, кто не трудится, никогда не был по-настоящему обращен. Очень сильные слова, не правда ли? Сама жизнь Церкви зависит от того, насколько верно исполняет она поручение Господа. Пренебрегать этой работой значит оказаться в жалком состоянии духовного прозябания и смерти в Церкви и личной духовной жизни. Искренняя любовь к Иисусу проявится в желании спасать заблудших, будет готова принести любую возможную жертву, чтобы те, за которых умер Христос, могли быть спасены. Я мог бы продолжать и продолжать. Везде, где основывается Церковь, все члены ее должны активно участвовать в миссионерской работе. Им следует посетить каждую семью в округе и выяснить ее духовное состояние. Свидетельство для Церкви том 6 страницы 296. Истинный характер Церкви измеряется не теорией, не высоким исповеданием, не тем, что ваше имя записано в церковной книге, а выполненной работой по спасению погибающих для Господа. Ревьюн Геральт, 6 сентября 1881 год. Здесь говорится о том, о чем мы не говорим и не думаем, о труде ради заблудших, свидетельствующим о том, являетесь ли вы христианином. Позвольте мне прочитать следующую цитату. Церковь по замыслу Божьему призвана сотрудничать с Ним в деле спасения людей. Она создана для служения. Ее задача нести Евангелие миру. Изначально план Господа заключался в том, чтобы Церковь отражала в мире Его полноту и совершенство. Членам ее, людям, которых Он вывел из тьмы в чудный свой свет, надлежит являть Его славу падшему миру. Я могу продолжать и продолжать. У меня есть много цитат. «Если мы хотим возрастать духовно, мы должны носить бремена других, иначе мы никогда духовно не вырастим». Это сильные цитаты. Сейчас я расскажу об одном члене Церкви, богатом парне, хорошем человеке, верном члене Церкви АСД. Он соблюдает субботу, кушает брокколи, одним словом, хороший парень. Каждый раз, когда мы проводили евангельскую работу, он всегда поддерживал. Когда я проповедовал о том, как достичь сердец заблудших, я сказал, «Если вы действительно хотите измерить свою любовь к Богу, вам нужно измерить свою любовь к ближнему». Если у вас нет любви к заблудшим, даже если вы, возможно, думаете, что любите Бога, на самом деле вы даже не осознаете, что не любите Бога. Это всего лишь теория. Именно об этом говорил Иисус. Многие говорят, «Господь, мы ходили в Церковь, творили чудеса, проводили евангельские программы, но Иисус скажет таким людям, «Я не знаю вас. Когда я был в тюрьме, вы не навестили меня, но ведь хорошие люди не попадают в тюрьму». Кстати, позвольте мне рассказать вам еще одну историю в рамках этой истории. Несколько недель назад мне позвонили из одного города в штате Каролина. Это был мой друг-пастор. Он сказал, «Павел, я знаю, что ты знаешь этот город, а я никого не знаю в этом городе. В тюрьме находится один румын. Не мог бы ты послать кого-нибудь навестить его?» Я попросил рассказать подробнее. Этот парень не адвентист. Он приехал из Румынии со своими родителями. Они эмигрировали сюда. Однажды его родители поехали на месяц в Румынию навестить бабушку и дедушку, а этот парень остался один. А у него была склонность к превышению скорости, и он получил уже столько штрафов за превышение скорости, что их не сосчитать. Поэтому судья лишил его водительских прав. А он продолжал ездить без прав, превышая скорость. Его поймали и посадили в тюрьму. Находясь в тюрьме, он позвонил мне и попросил позвонить пастору из Каролины. Он сказал, «Я здесь один, никого не знаю в этой стране. Я очень сожалею о том, что я сделал. Я не знаю, как все исправить. Я действительно хочу изменить свою жизнь. Я так боюсь и так одинок. Не могли бы вы прислать кого-нибудь из церкви помолиться за меня?» Он плакал и умолял прислать кого-нибудь помолиться за него. Не имеет значения, заслуживает он это или нет, так как никто ничего не заслуживает. Но Иисус говорит, «Я был в тюрьме, а вы не посетили меня». Тогда те, кто по правую сторону, сказали, «Господи, когда мы видели тебя в тюрьме?» Иисус ответил, «Так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, потому что они мои дети, я люблю их». Поэтому, как хороший пастор, я звоню людям из того города и прошу, «Не могли бы вы пойти и навестить одного парня в тюрьме?» Ответ, «Пастор, я бы с удовольствием, но я так занят, извините, у меня нет времени». Ладно, звоню следующему с той же просьбой. Снова отвечают, «Пастор, о, это хорошо, но я не могу этого сделать. На то, чтобы найти место в моем расписании, у меня уйдет около двух месяцев». Я позвонил четырем членам церкви. Затем я позвонил пастору. Он ответил, «Хорошо, может быть, пойду в воскресенье, я не знаю». Я сказал, «А вы можете пойти сегодня или завтра?» Он ответил, «Нет, нет, нет». Я спросил, «Субботу утром вы проповедуете?» «Да». «Тогда вы можете пойти во время субботней школы?» «О, нет, для меня пропустить субботнюю школу — это грех. Не посетить тюрьму — это не грех, а пропустить субботнюю школу — грех». Он продолжил, «Я не могу пропустить, я предложил пойти после церкви». «О, после церкви у нас другое служение, а затем я везу свою семью на природу». Я ответил, «Хорошо, зачем вам вообще ходить в церковь, если у вас нет сердца, чтобы заботиться о завлудших?» Итак, вернемся к тому богатому человеку. Во время нашего разговора я ему сказал, «Тебе нужно молиться за других людей больше, чем за себя, потому что, если ты действительно любишь Бога, то также будешь любить людей». Тебе нужно сделать Бога приоритетом, а не себя. Бог должен находиться над всем. Начни искать Бога больше, чем Божьих благословений. Тебе нужно поставить Бога на первое место, а потом себя и своих ближних, потому что мы должны любить Бога во всем и любить своих ближних как себя. Таким образом ты покажешь, что действительно любишь Бога. Кстати, не ожидайте изменений после одной проповеди. на это потребуется несколько месяцев. Часто я проповедовал на одну и ту же тему с разными библейскими стихами и разными историями. И люди подходили ко мне и говорили, «О, мы никогда не слышали про это раньше. Теперь нам нужно действовать в соответствии с услышанным». Людям нужно время, чтобы понять, а затем принять решение и действовать. Итак, тот богатый мужчина пришел ко мне примерно через шесть месяцев после проповеди о нашем великом поручении, о цели нашего существования. И я сказал ему, «Ты говорил мне, что невозможно так поступать, но это возможно». Он ответил, «Пастор, вы не знаете, что я живу в очень, 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 очень богатом районе. Вокруг меня только миллионеры. Все они очень закрытые. Они не будут слушать ни вас, ни меня и никогда не придут на евангельскую программу или на уроке по изучению Библии. Они никогда не сговорят ни с вами, ни со мной. Невозможно связаться с этими людьми. Я сказал, у моего друга, Бога, нет проблемы с урожаем. У Бога проблема с работниками. Богатые люди, как и бедные, болеют диабетом, страдают депрессией, разводятся. Богатые люди, как и бедные, нуждаются в спасении. Проблема не в том, что богатые ни в чем не нуждаются, а в том, что мы не знаем, как к ним подойти. Мы используем один и тот же метод для лечения всех больных. Представьте, что вы пошли к врачу, не имеет значения, у вас болит голова или вы сломали ногу. Врач все равно выписывает вам то же самое лекарство, но оно не помогает. Именно так поступаешь и ты. Поэтому я сказал ему, твоя вина в том, что ты не молишься за них. Он возразил, ой, я молюсь за них. Я спросил, как долго? Он замялся, ну, я не знаю, это значит, что ты не молишься. Почему вы так говорите? Ну же, ответь мне, как долго ты молишься за них? Я не знаю. Значит, ты не молишься. Пастор, почему вы так говорите? Это очень просто. Если ты постишься всего одну минуту, потом ты не помнишь об этом. Но когда ты постишься три дня, поверь мне, ты запомнишь. Если молишься две секунды, ты не помнишь. Но если молишься три месяца за своих ближних, ты хорошо помнишь об этом. Посвяти молитве полчаса каждое утро в течение трех месяцев. Молись либо дома, либо во время прогулки. Молись за каждый дом. Я имею в виду за мужа, жену, детей. Молись за каждую семью. Он сказал, вы хотите, чтобы я просыпался на полчаса раньше и молился за каждого по полчаса. Да. Я не уверен, что у меня будет на это время. Это значит, что ты не любишь их. Напротив, я люблю их. Нет, ты не любишь. Недостаточно просто сказать, о, как сильно я тебя люблю. Счастливой субботы. Позволь мне обнять тебя. Прекрасно, если ты кого-то обнимаешь. Но это не значит, что ты любишь этого человека. Мы думаем, что если мы обнимаем друг друга и говорим счастливой субботы, это значит, что мы любим друг друга. Покажи мне, что ты делаешь для своего ближнего, а потом я скажу тебе, как сильно ты его любишь. Итак, я сказал этому мужчине, ты не любишь своих соседей, значит, ты не адвентист. Так почему ты ходишь в церковь? Чтобы неправильно представлять Иисуса? О, пастор, вы суровы. Я ответил, да. Он спросил, и так вы хотите, чтобы я молился за них? Да. Молить за них так. Господи, я готов отдать свою жизнь за то, чтобы ты спас моих соседей. Как Иисус отдал свою жизнь ради спасения грешников. Так и я готов сделать всё возможное со своей стороны. Я готов пожертвовать всем, включая свою жизнь, если ты спасёшь хотя бы одного человека среди моих соседей. Он посмотрел на меня и сказал, «Я не уверен, что могу так помолиться. Это значит, что ты их не любишь. Если любишь своих детей, разве ты не молишься? Господи, забери мою жизнь, но спаси моего ребёнка. Чего бы это ни стоило?» Разве ты не молишься так за тех, кого любишь? Именно так поступали Моисей и Павел. Не так ли? У меня есть цитаты, подтверждающие это. Мужчина замолчал, а потом сказал, «Я знаю, что вы правы, но это довольно сложно. Тогда проси Бога вложить Его Божественную Любовь в твоё сердце, потому что человеческая Любовь нечиста». Он спросил, «Как это сделать?» Очень просто. Молись и проси Бога о помощи. Начни молиться за соседей. Чем больше ты вкладываешь в молитву за них, тем больше начнёшь заботиться о них. Молись о том, чтобы Бог показал тебе методы, потому что всё, что мы применяем к одному человеку, не подходят для другого. Принцип один и тот же, но методы разные. Затем я сказал ему, «Ты можешь звонить мне, чтобы мы молились полчаса в день в течение трёх месяцев». Он начал спорить со мной. «Почему вы выбрали именно три месяца? Почему не два или четыре?» Я ответил, «Хорошо, молись два месяца, но начни с чего-нибудь. Если ты не можешь молиться полчаса, молись пятнадцать минут, но начни с чего-нибудь». Он согласился и начал молиться. Примерно через два месяца он позвонил мне и сказал, «Пастор, я был адвентистом всю свою жизнь. Мой отец и мой дедушка тоже адвентисты. Я адвентист в четвёртом поколении. Я думал, что люблю и знаю Бога. Но впервые в моей жизни я на самом деле начал ощущать Бога. Я слышал ваши истории, но даже не знал, должен ли я верить вам или нет. С тех пор, как я начал молиться так, как вы меня научили, в моей жизни начали происходить такие же истории, как у вас. Я чувствую, когда Бог побуждает меня что-то сделать, и если я подчиняюсь, со мной происходит то же, что и с вами. Но когда я не подчиняюсь Богу, случаются неприятности. Я начал различать голос Бога. Когда Его Дух побуждает меня что-то сделать, говорит мне когда, что и как. Я начал понимать, что значит ходить с Богом. Я начал понимать песню. Он идёт со мной и разговаривает со мной. Мы просто поём эту песню, но не живём этим. Он сказал мне, чем больше я так поступаю, тем больше я познаю Бога, как никогда раньше. Я начал понимать, что как церковь мы во многих случаях далеки от того, какой Бог хочет видеть свою церковь. Я не говорю, давайте обвинять церковь. Церковь это не учреждение, это мы с вами, это люди. Не думайте, когда изменится церковь, тогда и я изменюсь. Ты это церковь. Вы следите за мной. Итак, этот мужчина сказал мне, я не только вижу результаты, но и начал видеть благословения в своей семье. Каждый раз, когда я провожу время в молитве, мои дети ведут себя по-другому. Я подтвердил. Конечно, потому что, когда ты молишься, Бог присутствует там, и сатана имеет меньше доступа к твоей семье. Эллен Уайт пишет, обязанность родителей приглашать Бога в свою семью каждое утро. Я мог бы привести вам цитаты, у меня их много. Итак, возвращаемся к истории. Мужчина сказал, «Я молюсь за своих соседей. Я хочу, чтобы вы приходили и молились со мной за них время от времени». Я сказал, «Хорошо, договорились. Когда ты будешь молиться, я присоединюсь к тебе». Многие люди ожидают, что пастор будет молиться. Они просят, «Пастор, помолитесь за это». Кто сказал вам, что вы не должны молиться? Не говорите, «Пусть пастор молится за меня». Вы должны молиться. Бог любит вас так же сильно, как и пастора. Поэтому я сказал, «Хорошо, я навещу тебя». Это было сто лет назад. У меня была машина марки Kia. Не такая, как сейчас. Это было в 2003 или в 2004 году. У меня была маленькая машина, как спичечный коробок. Когда ты сидишь в ней, колени упираются в подбородок. Она была синяя. У меня есть ее фото. Моя жена ударила ее с правой стороны, когда заезжала в гараж. Автобус ударил в левый бок, когда мой тесть был за рулем. А мой друг из Испании задом вторанился в грузовик и погнул багажник. Вся машина была помятая. Обшивка ротора и тормозов погнулась. Касаясь дисков, во время вращения колеса издавало такой звук. Кш-кш-кш. Когда я приезжал в церковь в субботу утром, все слышали этот звук. Пастор здесь. Итак, я взял ключи, сел в мою рухлядь и поехал навестить этого мужчину. Он жил в районе, где вокруг озера располагались большие дома, гигантские красивые особняки. Я добрался до эксклюзивных ворот, ведущих в этот район. Парень в маленькой будке у ворот посмотрел в окно и сказал, «Ты не туда попал». Я возразил. «Нет». Я в том районе. «Впустите меня». Он спросил, «Куда ты едешь?» Я ответил, «В гости к такому-то». Подожди секунду. Он позвонил моему пресс-фитеру. Здесь сумасшедший парень в разбитой рухляде марки Киа. Он говорит, что едет в гости к вам. «О, это мой пастор. Впусти его». «Ладно». Я еду. Кш-кш-кш. А с левой стороны Массоретти, Бентли. Я проезжаю мимо, глядя на машины и дома. Подъезжаю к его дому. Он говорит мне, «Садитесь». Я молюсь, и я хочу, чтобы вы знали, что открыл мне Бог. У меня есть ответ. Его жена из Греции. Она приготовила превосходную греческую еду. Что после того, как я поел, я сказал, «Друг, это лучшая еда, которую я ел в своей жизни. Твоя жена должна открыть ресторан. Вы, ребята, были бы богаты». На это он ответил, «Мне не нужно больше денег». А затем он сказал мне, «Все, кто посещает нас из церкви или друзья, говорят, что мы должны открыть ресторан». Все так говорят. «Итак, я расскажу, что открыл мне Бог. Мои соседи очень богатые люди. Они никогда не придут в церковь. Они ездят очень далеко, чтобы покушать в хорошем ресторане. Поэтому я хочу приглашать их на обед и строить с ними дружеские отношения. Я думал, что если я буду их приглашать, то и они будут меня приглашать. После этого разговора я ушел. Этот брат позвонил мне через несколько месяцев, через шесть месяцев или даже больше. Он рассказал мне такую историю. На следующее воскресенье он увидел, как его сосед мыл свою машину Порше. Они поздоровались, и мужчина сказал соседу, «Сегодня у нас годовщина свадьбы. Мы с женой прожили вместе двадцать пять лет. Я приглашаю вас к нам на обед, чтобы мы с женой не кушали одни». Он ответил, «О, спасибо, поздравляю вас, но я занят». Мужчина объяснил, что Бог побудил его описать блюдо, поэтому он сказал соседу, «У нас на обед голубцы, мусака, пахлава». После того, как он описал блюдо, его сосед открыл рот от удивления и затем сказал, «Думаю, я зайду ненадолго». И он пошел к ним. Мой пресс-фитер сказал, «В моем доме никто не кушает без молитвы». Сосед ответил, «Я не молился ни разу за всю свою жизнь. Я не люблю церковь, политику, проповеди. Я не верю в это». Пресс-фитер сказал, «Хорошо, вам не нужно молиться, только закройте глаза, я помолюсь». Он закрыл глаза, а пресс-фитер спросил, «За что вы хотите, чтобы я помолился?» Сосед ответил, «Я не верю в церковь, но если Бог существует, пусть мне поможет». Мы с женой не живем вместе уже пять лет. Наши дети-подростки даже не разговаривают с нами. Вы могли бы помолиться за мою семью? У богатых людей, точно так же, как и у бедных, тоже есть проблемы. У всех бывают проблемы. Еще никто не находится на небесах. Мой друг помолился за еду, за семью своего соседа и потом они просто кушали. Он не говорил о наших доктринах, например, о состоянии мертвых или других. Потом он сказал, «Давайте поиграем в игру». Сосед переспросил, «Что?» «Мы же взрослые, мы не играем в игры». Мой друг возразил, «Почему бы и нет? Когда в последний раз вы веселились?» Мужчина задумался на секунду и сказал, «С тех пор, как я закончил колледж, это печально. Приходя домой с работы, я продолжаю работать, потому что сотни людей зависят от меня. Я работаю в своем офисе до 10-11 часов вечера. У меня нет времени на игры». Хозяин дома сказал, «Как раз это и есть поводом для игры, чтобы вы могли расслабиться». «Мы поели, теперь можем поиграть, немного расслабиться, повеселиться, и затем вы снова вернетесь к своим стрессам». Но сосед возразил, «У меня нет времени на игры». Затем Бог побудил меня вести с ним переговоры, как Авраам. «А если праведников найдется 45 или 40?» Поэтому он сказал соседу, «Давайте поиграем всего лишь один час». Он опять возразил, «Один час?» «У меня нет целого свободного часа». «Хорошо. Тогда 45 минут?» «Нет». «Тогда всего 30 минут». Тот снова отказался. «Тогда хотя бы 15 минут. Или давайте поиграем 10 минут». «Но я настолько занят, что у меня вообще нет свободного времени». «Ну хорошо, всего лишь 10 минут». Мы поиграли в поселенцев из Катана монополию. Затем пресс-виттер сказал, «Пастор, в монополии я могу выиграть кого угодно. Я не проиграл ни одну игру, но позволил ему выиграть. Я подался ему и проиграл игру, чтобы принести ему удовольствие». Потом он сказал, «Я выиграл, давай еще раз сыграем». И мы три раза сыграли в монополию. Я позволил ему выиграть в первой и в третьей игре. Но мне тоже нужно было выиграть хотя бы раз. Сосед был так счастлив, что сказал мне, «Я не помню, когда у меня последний раз был такой хороший день, как сегодня. Наконец, я почувствовал, что снова живу. Можем ли мы когда-нибудь еще раз поиграть?» Я ответил, «Конечно. Приходите в следующее воскресенье». Он спросил, «Ваша жена снова что-то приготовит?» Я ответил, «Да». Сосед сказал, «Хорошо», и ушел, буквально посвистывая. Он пришел домой, его дети с удивлением посмотрели на него, «Ты свистишь?» «Мы никогда не видели, как ты свистишь. Что случилось с тобой?» Сосед ответил, «Я ходил к нашему соседу. Мы ели разные блюда, а пахлава и торт были восхитительны. А затем мы играли в игры, и я выиграл». Дети еще больше удивились, «Ты играл в игры?» «Ты никогда не играл с нами в игры?» «Ты всегда занят, всегда работаешь». Он ответил, «Это еще не все. В следующее воскресенье я снова пойду к соседу. Из сегодняшнего дня я буду выделять два часа, чтобы расслабиться. В следующее воскресенье мы снова будем вместе обедать и играть в игры». Дети сказали, «Это очень забавно, мы можем пойти с тобой». Отец ответил, «Я позвоню соседу». Он позвонил и спросил, «Могут ли дети прийти с ним на обед?» Мой друг ответил, «Да, конечно». Затем сосед пошел наверх, а жена спрашивает, «Дети разговаривали с тобой?» Он ответил, «Да». Жена продолжила, «Но они не разговаривают со мной. Что ты им сказал?» «Ты подарил им новый ноутбук или мобильный телефон?» Муж ответил, «Нет». Я ходил к соседу, и мы ели греческую еду, голубцы, в конце пахлаву, которая просто тает во рту. Затем мы играли в игры, и я его выиграл. В следующее воскресенье дети пойдут со мной, и мы снова будем вместе обедать и играть в игры». Жена спросила, «Ты играл в игры?» «Ты никогда не играл с семьей?» «В следующее воскресенье я тоже пойду с тобой». Итак, в следующее воскресенье вся семья пошла к пресс-витеру, затем еще и еще. Через несколько месяцев этот богатый человек играл в гольф с другим соседом и рассказал, «Моя семья снова вместе». Его напарник спросил, «Какому консультанту ты ходил?» Тот ответил, «Никакому». Я ходил к тому парню каждое воскресенье. Мы ели греческую еду и играли в игры. Я сказал ему, что они должны открыть свой ресторан. Мы вместе кушаем, молимся друг за друга и играем в игры. С тех пор, как мы ходим в гости к этому соседу, моя семья снова вместе». Его друг сказал, «Ты сумасшедший, что молишься, это не помогает». Сосед возразил, «А мне помогает. Смотри, мы с женой напарник попросил рассказать детальнее о том, что они делают». Он ответил, «То, что я тебе уже рассказал». «Могу ли я пойти с тобой в воскресенье, чтобы все увидеть?» Через шесть месяцев он позвонил мне и сообщил, что 11 очень богатых семей приходили к ним, кушали вместе, молились вместе и играли в игры. 11 богатых семей. Но для этого нужно было время, настойчивость, жертвенность, инвестиции и терпение. Затем он спросил, «Должен ли я рассказать ему о субботе?» Я ответил, «Нет, пусть он спросит об этом». И когда спросит, не отвечай сразу, пусть он умоляет. Они должны испытывать жажду поистине, иначе подумают, что у тебя это просто обычная повестка дня». В конце концов они спросили, «Почему вы отличаетесь от других людей? Вы не кушаете определенную еду. Мы это видели. Каждое утро в субботу вы с детьми нарядно одеваетесь. Костюм, галстук и так далее. И куда-то идете. Вы молитесь. У вас отличная семья. Вы молитесь за нас, кормите нас. Во что вы верите?» А он сказал, «Нет, не будем говорить о политике и религии. Это личное дело». Но они настаивали. «Пожалуйста, расскажите нам». Только после этого пресс-фитер им ответил на вопросы. Я дал ему уроки по изучению Библии на DVD-дисках, и они начали смотреть их вместе. Два года спустя мы основали новую церковь, крестили более 44 богатых людей. А сначала пресс-фитер сказал мне, что вы не сможете достучаться до этих людей. Мой вопрос, сколько молятся члены нашей церкви за своих ближних, насколько они вовлечены в то, чтобы быть благословением для своих соседей. Вы следите за мной, даже в ситуациях, когда нет надежды. Я приведу еще один пример. Я был в Румынии. Это было мое первое место служения около 30 лет назад. Я думал, что я что-то значу. У меня степень бакалавра, хорошее образование, у меня свой бизнес, много денег, связи. Я знаю премьер-министра, начальника полиции, мэра. Я чувствовал, что был кем-то в обществе. Из-за того, что я давал деньги на церковные мероприятия, на строительство, на разные проекты, из-за того, что я был вовлечен в работу с молодежью, в евангелизацию, был пресс-витером, меня призвали стать пастором. И я отказался от своих доходов. В то время зарплата была две тысячи в месяц, а я зарабатывал пятьдесят тысяч в день, каждый день, буквально каждый день. Я помню, когда я приносил домой сорок тысяч, мне говорили, что с тобой случилось? Только сорок тысяч сегодня? Я отказался от своих доходов и перешел на зарплату пастора две тысячи четыреста шестьдесят четыре в месяц. Когда меня призвали на служение, я точно знал, что мне дадут самую большую церковь в самом большом городе, потому что я жертвовал много денег церкви. Но мне дали самую маленькую, самую трудную церковь в горах. У меня был дорогой Рено Невада. Я не знаю, знаете ли вы эту машину. Она называется Рено 21. Вы можете загуглить это название. В то время это была много людей имели машину. Я поехал на своей машине, чтобы посетить людей в моем районе. Мне не советовали ехать туда на своей машине. По дороге я застрял среди камней. Пришлось тянуть мою машину трактором, который повредил капот машины. Поэтому в следующий раз я сел на поезд. Мне сказали сойти с поезда и сесть на другой, потому что этот туда не едет. Этот поезд был поменьше. Скамейки были сделаны из дерева. Во время движения поезд дымит и пыхтит, как в старых фильмах, помните? Поезд ехал по рельсам, а посередине был еще один рельс с колесом с зубьями, чтобы поезд мог подняться на гору. Я сказал своей жене, о, это весело. Когда мы приехали, там не было асфальта. Перед этим шел дождь три дня и три ночи. Я был одет в костюм от Джорджа Армани, галстук от Ральфа Лорена, туфли от Пола, понимаете? Моя жена сошла с поезда в грязь, а я сказал, что не пойду туда. Мне говорят, сойди с поезда, он уже отправляется. Я поставил одну ногу, и она глубоко завязла в грязи. Затем я поставил другую ногу, а когда поднял ее, грязь попала в мои ботинки. Я потерял самообладание на секунду и сказал несколько слов. Жена сказала, успокойся, ты теперь пастор. Мы добрались до церкви. Это был вечер пятницы. У них было вечернее служение в пятницу. Люди пришли прямо с ферм, пахнущие коровами, которых они доят, где они чистят коровники. Вы следуете за мной? Запах в помещении был ужасный. Когда они обнимали меня, я отворачивался. Они даже не переоделись и не приняли душ. Пришли в церковь прямо от коров. Я сказал сам себе, что я здесь делаю. И я начал проповедовать. Вы должны заниматься евангельской работой, завоевывать сердца заблудших, верить. Вы должны. Люди сказали, мы вас не понимаем. Позвольте мне объяснить еще раз, вы должны. Они сказали, пастор, вы говорите не на нашем языке. Мы не доверяем вам. Чтобы я не проповедовал, чтобы я не делал, они меня не слушали. Потом они сказали, пастор, вы много говорите, много теории, но вы не понимаете, что такое настоящая работа. Я сказал, вы шутите надо мной. Я работаю больше, чем десять из вас вместе взятых. Я двигаюсь как пули, как супермен, а мы не верим вам. Я помню, как однажды в октябре у одного из пресс-фитеров, у которого была большая ферма, сломался комбайн, и он не мог собрать кукурузу. А шел дождь, и он терял весь урожай. Он мог разориться. Он пришел ко мне плача, и попросил помолиться за его комбайн. Мне нужно починить комбайн. У него не было возможности починить его на той неделе. Дождь не прекращался. Поэтому я обратился к церкви. Когда один страдает, все страдают. Когда один радуется, все радуются. Мы одно целое. Если мы не вместе, то мы не христиане. Поэтому завтра утром, в воскресенье, вся церковь выходит в поле. Если кто-то не придет, тут мы спасем его урожай. Люди удивились. Вы серьезно, пастор? Вы заботитесь о нас? На это я ответил. Вы шутите? Мы все страдаем. Вот почему мы плачем вместе. Мы помогаем друг другу, потому что мы должны быть одной семьей. Пойдем все вместе. На следующий день пришла вся церковь. Каждый занял один ряд, а я взял два ряда. К тому времени, когда они были на пол пути, я уже дошел до конца и возвращался. И тот брат посмотрел на меня и сказал, вы двигаетесь быстрее, чем говорите. Не знаю, был ли это комплимент или нет. Затем он подошел ко мне и сказал, теперь вы можете проповедовать. Теперь мы доверяем вам. А к церкви он обратился с одним словом. Слушайте его. И вся церковь слушала. Какая сила в одном человеке. Это как альфа корова, за которой идут все остальные коровы. Итак, пресс-фитер сказал, теперь послушайте его. Этот пастор заботится о нас. Поэтому я обратился к нему. Нам нужно установить контакт с горожанами. Он ответил, пастор, это рабочие люди. Как мы можем сделать это? Я сказал, нужно молиться. Как долго вы молитесь за деревню? Мы не молимся. Тогда давайте молиться за них. И мы начали молиться. Я начал проповедовать и обучать членов церкви. Затем мы запланировали начать евангельскую работу через три месяца. Я начал рассказывать им. В Библии написано, что тело Христово состоит из разных членов. И каждый член тела должен функционировать. все тело страдает. Если не работает зуб, почка или какой-то другой орган, все тело болеет. То же самое происходит и в церкви. Мы все должны быть едины. Никто не должен лениться. Ленивый адвентист это не адвентист. Все должны трудиться. Поэтому давайте организуем евангельскую программу в соответствии с вашими дарами. Кто-то будет заниматься с детьми, кто-то будет исполнять музыкальные номера. Другие будут ответственны за поклонение, за регистрацию, за парковку. Кто-то будет приветствовать людей. И мы начали все организовывать, делать приглашения и все остальное. В церкви было двое мужчин, два брата. Они были в прямом смысле психически больны. Они могли схватить тебя за руку и не отпускать, смотреть тебе в глаза и говорить «Пастор, а мы тебя отвечал «Я тоже люблю тебя, только отпусти меня». Они продолжали «Мы хотим остаться с тобой, пастор». И они не отпускали меня, поэтому я вынужден был избегать их, когда видел на расстоянии. Эти два брата подошли ко мне сразу после того, как я закончил свою проповедь в тот субботний день и сказали «Пастор». Я подумал «О Боже, что мне делать». Они продолжали «Ты сказал, что все являются членами тела». Я подтвердил «Ты сказал, что все должны трудиться». Я снова согласился. Они попросили «Дай нам работу, мы хотим быть встречающими». Вот что они сказали. Я возразил «Нет, вы опозорите церковь». «Мы хотим петь». «Нет». «Можем ли мы проповедовать?» «Нет». «Дайте нам работу». «Молитесь». «А теперь отпустите меня». «Ладно». Эти братья пошли домой, повторяя «Мы молимся, мы молимся, мы молимся». Но вдруг остановились и спросили «А за кого мы должны молиться?» Я ответил «Мы собираемся проводить евангельскую программу в деревне, поэтому молитесь за деревню». Они снова остановились и сказали «Деревня не знает». Итак, они решили пойти в деревню и там «Эти два умственно отсталых мужчины ходили по каждой улице, в каждый дом, от первого до последнего и молились по домам за всю деревню». Вы думаете, это легко? Это требует посвящения. Они ходили с 8 утра до 8-9 часов вечера и молились в каждом доме. Я знаю некоторые истории от людей, которые рассказали, что эти два человека стучали в дверь и говорили «Пастор велел нам молиться. О помолились. Ведь мы не знаем». Хозяин дома сказал «Моя жена ушла от меня». Они помолились «Господь, верни ее». Попрощались и ушли. Вот и все. Никакого вступления, заключения, никаких длинных витиеватых молитв. В соседнем доме происходило то же самое. Через месяц они пришли ко мне и сказали «Пастор, мы помолились со всей деревней. Что нам делать дальше?» «У меня был мир». Поэтому я сказал «Снова идите в деревню и молитесь еще раз». А про себя я подумал «Просто оставьте меня в покое. К моему стыду». Я не верил, что эти люди могут что-то сделать, потому что думал, что у них нет необходимых способностей. После того, как я велел им снова молиться, они пошли в деревню, к первому, второму, третьему дому, обошли все улицы деревни и снова молились за всю деревню в каждом доме. Они пошли в первый дом и снова спросили, о чем они должны помолиться. Хозяин дома ответил «После того, как вы помолились, моя жена вернулась». Они тут же вознесли молитву «Господи, спасибо за то, что верну ее». «До свидания». Так они молились еще один месяц. Потом пришли ко мне и сказали «Пастор, начинаем евангельскую программу». Через месяц мы закончили молиться. Что нам делать дальше? Я сказал «Оставьте меня в покое, идите и не переставайте молиться». Угадайте, что произошло дальше. Они вернулись в первый дом, второй, третий, четвертый, пятый, в каждом доме молились третий раз. Они снова обошли всю деревню. И когда началась евангельская программа «Вся церковь привела людей», а эти два брата привели 46 человек. Не помню точно, может 47 или 48. Многие из них крестились. Я спросил этих людей, «Вас учили доктринам? Говорили вам о субботе? Вы знаете, во что мы верим?» На все вопросы они отвечали «Нет». «Вы хотите креститься?» «Да». «Почему?» «Потому что никому нет дела до нас, ни нашей церкви, ни наши пастора, нашим друзьям все равно. Все живут только для себя, а ваши ребята заботились о нас. Никто не приходил так много раз в мой дом, чтобы продолжать молиться. А в ваших ребятах мы увидели Дух Христа. Поэтому мы хотим присоединиться к вашей церкви. Нам все равно, во что вы верите. Во что бы вы не верили, мы тоже это был урок для меня. Я понял, что не ваше образование, что само по себе хорошо, потому что вы должны быть образованными, не ваше воспитание, мы должны быть воспитаны, не ваш опыт, который вы должны иметь, но Божья сила может изменить ваше сердце. Если Бог может использовать даже осла, Он может использовать кого угодно. Помните, как Бог использовал двух бесноватых, отправив их домой. Эллен Уайт пишет, что в следующий раз, когда Иисус пошел туда, весь город пришел благодаря работе этих двух бесноватых. Бог использовал двух бесноватых, которые не ходили в университет Эндрюса, Вала-Вала или какой-то другой. Не поймите меня неправильно. Учиться в университете Эндрюса хорошо, но ни у кого нет оправдания. Я не учился в университете, поэтому не могу трудиться. Можете. У вас нет оправдания. Основой успеха является Божья сила. То, что Бог может совершить. Он обещал. Иди, и я буду с тобой. Помните? Идите в Иерусалим, Иудею, Самарию, и я всегда буду с вами. Если вы пойдете, Бог обещал быть с вами. Почему же мы не идем? Потому что нам слишком комфортно. Вот в чем причина. Мы слишком если вы обижаетесь, нам нужно молиться за вас. Вот в чем суть. Эллен Уайт пишет, Бог мог бы прийти давно, но мы не готовы. А потом продолжает, нам нужно закончить работу. Вы помните цитату? Проблема не в Божьих обетованиях, но в отсутствии нашей посвященности. У меня есть эта цитата. Я не даю вам теорию молитвы, хотя этот семинар по молитве. Я говорю от всего сердца. Если мы не будем действовать в соответствии с этими рекомендациями, то мы теряем время. Мы склонны думать, что если мы адвентисты народ Божий, то с нами все хорошо. Но с нами не все в порядке, потому что Бог дал нам миссию. Быть записанными в церковных книгах не значит, что мы спасены. Фарисеи были детьми Авраама, соблюдали субботу, и все остальное точно так же, как и мы. Бог призвал нас спасать заблудших, идти, а не ждать. Израиль был отвергнут не потому, что все они были плохими или все хорошими. Их отвергли, потому что они отказались выполнять миссию. Они изолировали себя от народов, а должны были быть светом для народов, распространять Божью любовь, чтобы все могли быть спасены. Их дом должен был быть домомолитвы для всех народов. Авраам должен был быть благословением для всех народов. Но они изолировались и занимались только святилищем, и никому не позволяли присоединиться к ним. Ты делаешь то же самое, сынок. Ты хороший фарисей. Почему вы проводите программы только для церкви? Выходите на улицу и проводите программы для города. Если вы делаете это в церкви, то идите по всем улицам и приглашайте жителей города. Не проводите программы только для себя. А вы готовите программу, сами ее смотрите, аплодируете сами себе и восхищаетесь. Какая сегодня проповедь, какой хор. А теперь идем домой. Для чего организована церковь? Разве не для заблудших? Мой отец сказал мне, если ты действительно хочешь быть похожим на Иисуса, тогда тебе нужно подумать о том, что ты можешь сделать для общества, а не для церкви? Да, хорошо служить церкви, но все должно иметь только одну цель. Как ты можешь спасти заблудших? Что произойдет, если наша церковь изменит свое мышление, фокусируя свое внимание не на внутреннем, как выжить, а на внешнем, как возрастать? Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, как удержать церковь на плаву, сместят свой акцент на то, как достичь жителей нашего города. Я собираюсь поговорить об этом сегодня вечером более детально. Я дам вам практические примеры, самое главное. Как вы можете быть светом для мира, таким благословением, солью, что общество будет нуждаться в вас, чтобы вы имели реальное влияние на жителей города? Все это знают. А сейчас будем заканчивать. У меня есть еще несколько историй, но у нас нет времени. Я хочу, чтобы вы знали. У Бога есть план для каждого из вас. Он говорит, я знаю намерение о вас. У Бога есть план, но очень грустно, что так много из нас не интересуется Божьим планом, а скорее Божьим благословением наших планов. Вам не нужно рассказывать Богу о своих планах, Он знает ваши планы. нам нужно искать его планы. Эллен Уайт пишет, и это очень сильная цитата, Иисус не строил планов для себя, но каждое утро Он получал планы от своего Отца, а затем она продолжает. Поэтому и мы должны каждое утро представлять наши планы перед Господом и быть готовыми отказаться от них или исполнить их согласно его воле, а затем ищите его планы и ставьте его на первое место. Верьте, что он позаботится о наших нуждах. Сильно сказано, не так ли? Я попрошу вас еще раз уделить немного времени и серьезно помолиться об этом. Не смотрите на отсутствие возможностей. Если вы будете смотреть на проблемы, на трудности или на самих себя, вы будете думать, да, это возможно для Авраама, но не для меня, это невозможно. Это не в вашей власти. Павел говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Перестаньте смотреть на проблемы и вызовы, начните смотреть на Бога, потому что чем больше вы его понимаете, тем меньше вы боитесь. О, у нас нет денег. Если Бог дает вам план, Он даст вам и деньги, поверьте мне. Я мог бы рассказать вам кучу историй. Проблема не в деньгах. Проблема в нашем посвящении, в отсутствии знаний о Боге. Мы не знаем нашего Бога. Нашему Богу принадлежат все деньги. Сегодня вечером я расскажу вам несколько историй. Когда Бог хочет, чтобы что-то произошло, Он одождит вас деньгами. Что нам на самом деле нужно, так это знать нашего Бога. И нам нужно каждый день искать Его планы. Мы так боимся. Если мы не я переживал такой опыт много раз. Но когда я следую Божьему списку, Бог позаботится о моем списке тоже. Только попробуйте. Не пытайтесь делать гигантские шаги. Делайте маленькие шаги. Начните молиться 15 минут за некоторых соседей. И когда вы будете больше молиться и проводить больше времени с Богом, вам это понравится. А затем через месяц, два или больше вы увеличите время до молитвы до четырех часов каждое утро. Бог будет открывать, сколько вам нужно молиться, изучать Библию, читать утренний страж и так далее. Может быть один час каждый день, может быть полтора, я не знаю. Бог пробуждает меня. Я прошу Его разбудить меня, и Он это делает. Иногда Он легонько толкает меня и будет в два часа ночи. И я говорю, Господь, еще слишком рано. Иногда Он будет меня в пять часов. Но я никогда не начинал день без Бога. Когда вы начинаете день, вам нужно, чтобы ваша батарея и ваш мобильный телефон были полностью заряжены. Точно так же ваша духовная жизнь должна быть заряжена, прежде чем вы сможете стать благословением. Вам нужно постоянно быть на связи. Поэтому начните с маленьких шагов. Но начните. Тогда увеличьте время молитвы. Скажите «Господь, что ты хочешь, чтобы я делал дальше?» Если Бог скажет вам, что делать, то даст вам силу, радость и благословение. Просто спросите Его, что Он хочет, чтобы вы делали дальше. И не беспокойтесь о том, что будет, если я сделаю ошибку. Если вы ее совершите от незнания, Бог проигнорирует. Он снисходительный к невежеству. Проблема не в том, чего вы не знаете. Проблема в том, что вы знаете, но не хотите этого делать, потому что слишком заняты другими делами. Поэтому просто спросите Бога, и Он прояснит ситуацию и поведет вас. Наша проблема не в том, что Бог не помогает нам. Проблема в том, что мы недостаточно посвящены. Мы слишком заняты, отвлекаемся на другие вещи. Мы поклоняемся другим вещам, а Иисус скоро грядет, и все это сгорит. Сатана хотел бы, чтобы мы были настолько отвлечены, чтобы мы спали, когда Иисус придет, но Бог хочет, чтобы мы проснулись, полностью пробудились, были целиком посвященными и освященными. Давайте сделаем это. Эллен Уайт называет это ежедневным процессом длиною в жизнь. Она пишет, посвящение, служение, покаяние, это не то, что вы сделали один раз и навсегда. Вам нужно делать это каждый день, снова и снова. Вам нужно полностью посвящать себя Богу каждое утро. Вам нужно входить в Его присутствие каждое утро. Вы следуете за мной. Вам нужно каждое утро снова и снова просить о новом крещении Его Духом. Вам нужно постоянно дышать, каждый день кушать. Точно так же вы должны призывать присутствие Бога, просить Божью силу и посвящать Господу свою жизнь. Это всё, что вы должны делать. Не ваше дело, когда вы духовно вырастите. Некоторые мне говорят, «Пастор, я молюсь уже неделю, но не возрастаю». Не ваше дело измерять, следить за своим ростом. Продолжайте молиться и служить, и пусть Бог беспокоится о результатах, потому что вы не понимаете, как трудится Бог. Даже если попытаетесь, вы никогда не сможете понять мозг Бога. Вам просто нужно доверять Его обетованиям. Он способен закончить начатое. Он в состоянии спасти самого последнего грешника. Бог мог спасти Рахав, женщину-колодца, Закхея-разбойника на кресте, Марию. Он может спасти кого угодно. Не ваше дело, как Бог делает это. Ваше дело — каждый день посвящать себя и верить, что Бог верен. Когда вы выполняете свою часть работы, Бог сделает свою часть. Эллен Уайт пишет в книге «Христианское служение». Как вы не видите ветер, точно так же вы не увидите работу Духа. Вы можете смотреть и быть обескураженными, ничего не видя. Но затем она продолжает. Через некоторое время, может быть, через год или два, когда вы оглянетесь назад, вы увидите изменения, вы увидите результаты. Поэтому продолжайте работать. Не ищите результатов, не ищите чудес или какого-то голоса. Не ищите благословений. Неустанно, постоянно ищите Господа. Ищите Его план. Каждый день посвящайте себя Богу. В этом ваша часть работы. А Бог позаботится об остальном. Позже, когда вы оглянетесь назад, вы увидите результаты. Понимаете? А сейчас выделите несколько минут и помолитесь. Да благословит вас Бог! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!